Семья екатеринбургской студентки Анастасии Вяткиной, тяжело пострадавшей в дорожной аварии по вине бывшего вице-губернатора Челябинской области, а ныне бизнесмена-агрария, отсудила у Андрея Косилова свыше 3 миллионов рублей компенсации морального вреда и расходов на продолжающееся лечение девушки. Если предпринимателю не удастся оспорить это решение в вышестоящем суде, ставшая по его вине инвалидом молодая Екатеринбурженка сможет продолжить дорогостоящую реабилитацию, вынужденно прерванную из-за отсутствия средств. Авария с участием бывшего высокопоставленного южноуральского чиновника, владельца агрохолдинга «Равис» Андрея Косилова и трех екатеринбургских студентов произошла два с половиной года назад на севере Челябинской области на дороге, связывающей села Байрамгулова и Новоандреевка. Управляя внедорожником «Лексус», предприниматель предпринял обгон впереди идущей машины в зоне действия знака «Обгон запрещен» на крутом повороте лесного участка дороги, а после обгона не успел вернуться в свою полосу движения, вынудив вильнуть туда встречную «Ладу-Весту», в которой с отдыха на озерах домой возвращались трое друзей. Два молодых человека и девушка. Удар «Лексуса» пришелся в заднюю правую пассажирскую дверь «Лады», за которой сидела Настя Вяткина. Все трое студентов получили тяжелые травмы, но хуже всех пришлось именно Насте. Врачам чудом удалось спасти ей жизнь, однако еще много месяцев после этого девушка оставалась в коме. Травмы лишили ее многих элементарных навыков. Все время, которое прошло после выхода из комы, врачи и родители учили Настю заново есть, двигаться, работать руками, говорить. По словам матери девушки Светланы Вяткиной, даже сейчас ее дочь может говорить только отдельными короткими фразами, а зрение к девушке, некогда выходившей на подиум, вообще не вернулось. Но добиться даже того прогресса, что есть сейчас, стоило очень больших усилий и материальных затрат. Оппонируя истцам в Верхесецком суде, адвокаты экс-чиновника утверждали, что лечение Анастасии не стоит тех денег, которые требуют Скосилова. Что здравоохранение, лекарственные препараты, реабилитация в государственных клиниках у нас в стране бесплатные для граждан. Суду даже пришлось назначать судебно-медицинскую комиссионную экспертизу, чтобы установить необходимость платной реабилитации. И эксперты ее подтвердили. Вот что рассказала мать Анастасии городскому порталу Е1. Цитата. Когда вы слышите, что медицина бесплатная, это хорошо в той России, которую показывают по телевизору. А когда ты сталкиваешься с этим, все по-другому. При таких травмах идет первые 4 месяца бесплатное лечение, а потом на усмотрение главного реабилитолога Свердловской области. Если она говорит, то назначает курс лечения. А нас же просто отправили домой, потому что не увидели перспектив у Насти. Она думала, что дочь останется в вегетативном состоянии, а другие врачи перспективу увидели, и с помощью платных клиник мы ее вытащили из того состояния. Все говорили обращаться за палеотивной помощью, но в любом случае, мой совет, обращайтесь к другому врачу. Два-три специалиста должно быть. Динамика же у нас есть, потенциал, просто надо помогать. Настя сейчас в дом, потому что оплачивать частную клинику самостоятельно семья не может. У нас был перерыв реабилитации с февраля прошлого года, рассказала мама девушки Светлана Вяткина. В сентябре мы были на дневном стационаре. Папа брал отпуск специальный, и мы возили Настю на три часа на дневной стационар. В ноябре мы были две недели в Березовском, в клиническом институте мозга. Нам дали туда путевку бесплатно по полюсу ОМС. Сейчас мы пока дома. Будь реабилитация постоянной, конечно, дела бы шли лучше. Физически девушка чувствует себя гораздо лучше, но восстановление нужно продолжать. А еще Насте требуется помощь психолога. Ведь она переживает сильно. Она переживает, замыкается, ничего не хочет делать. Как нам сказали, у Насти восстановились все функции, кроме зрения. Она многое делает, но с большим сопротивлением. Ходит с опорой, с поддержкой, ручками что-то делает. Просишь ее, Насте скажи, и Насте говорит отдельные слова. Доброе утро. Да. Нет. Мы задаем вопросы. Она раньше кивала головой в ответ. А теперь мы просим произнести ее. И она произносит. На выздоровление девушки, само собой, сейчас надеется вся ее семья. Какое-то время после аварии Андрей Косилов вел себя очень достойно и оплачивал пострадавшей по его вине девушки реабилитацию. По его словам, он потратил на это порядка полутора миллионов личных рублей. А когда адвокаты Вяткиных заявили в суде гражданский иск, предусматривающий дальнейшее лечение девушки, Косилов отказался перечислять деньги. Еще один курс реабилитации в частной клинике Насте оплатил другой предприниматель и меценат Игорь Алтушкин. В итоге первый суд, признавший Косилова виновным в ДТП, приговорил их с чиновника к двум годам ограничения свободы и выплате одного миллиона рублей Анастасии Вяткиной в качестве компенсации морального вреда. Но девушки, ставшие инвалидом первой группы в таком юном возрасте и, скорее всего, навсегда уже лишившиеся самостоятельного заработка, этих средств недостаточно, чтобы попытаться хоть чуть-чуть восстановиться. Поэтому последовал второй гражданский иск, который был удовлетворен частично. Отец и мать Анастасии требовали по одному миллиону рублей каждому в качестве компенсации собственного морального вреда, но отсудили по 800 тысяч рублей. 1 миллион 200 тысяч на 150 тысяч меньше, чем требовали сцы, суд вменил Косилову в качестве затрат на лечение Анастасии и 300 тысяч рублей компенсации утраченных ею доходов. Всего 3 миллиона 100 тысяч рублей. Сумма, конечно, большая, но не больше стоимости того Лексуса, которым предприниматель поломал жизнь Насти. По уверению Светланы Вяткиной, все эти деньги, если, конечно, Андрею Косилову не придет в голову судиться и дальше, и опротестовывать назначенные ему выплаты, семья намерена потратить на реабилитацию дочери в частной клинике, уже доказавшей эффективность проводимого там лечения. Поддержи новости Шеремета 9,5. Оформи спонсорство и купи мерч, перейдя по ссылке во всплывающих подсказках в конце ролика. Праздничные сувенирные кружки и молочный шоколад из коллекции Чунга-Чанга Шереметка ждут ваших заказов на сайте Инсталок. Жми по ссылке с желтой кружкой. Жми по ссылке с желтой кружкой. Субтитры создавал DimaTorzok